Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 10 ноября. Ну, и как обычно, по традиции уже сложившиеся, я начинаю со слов благодарности всем, кто помогает нашим вооруженным силам, нашему волонтерскому фонду «Ны злам, не сердца» материально на приобретение комплектующих и производство тронов для наших словатных бригад. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо. Сбор продолжается, потому что война продолжается, она не закончена, врагов еще много, и всех их надо уничтожить для того, чтобы освободить нашу землю, восстановить суверенитет и территориальную целостность нашей страны. И мы знаем главный принцип, что дронов, как и патронов, много не бывает. Поэтому продолжаем донатить и ждем вашей помощи. Напомню, реквизиты фонда находятся в описании к каждому видео, которое выходит на моем канале с обзором оперативной обстановки. А мы с вами возвращаемся к именно этой самой оперативной обстановке. И сегодняшняя ночь оказалась не такой уж спокойной, как хотелось бы. Ночью рашистские оккупанты атаковали нашу страну ударными беспилотниками и авиационными ракетами. В целом, враг применил 6 ударных беспилотников типа Шахет-136-131 и 2 управляемых ракеты. Ха-31 это противорадиолокационная ракета советская, потому что она еще была сделана во времена Советского Союза. И управляемая ракета Ха-59. Силами и средствами вооруженных сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной сил обороны Украины было уничтожено 5 ударных беспилотников из 6 и 1 управляемая ракета Ха-59. Все они были сбиты в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей. Одна ракета попала в цель и один беспилотник, к сожалению, тоже достиг своей цели. Сейчас количество жертв и ущерб, нанесенные этими двумя воздушными объектами, уточняется. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, а также совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Огонь велся не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам на территории, прилежащей к линии фронта. И также на всю глубину досягаемости огневых средств противника. В результате этих атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения и повреждения получил как жилой фонд, так и гражданская инфраструктура. Авиационные удары рашистских оккупантов наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь рашистских захватчиков попало более 125 населенных пунктов. И в основном это населенные пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях. Далее мы пройдем на зоны ответственности наших групп войск. И первая, как обычно на очереди, это группа войск Север, Волынское-Полесское направление. Здесь ситуация без изменений. Она стабильная и контролируемая. Мы продолжаем наращивать нашу государственную границу в инженерном отношении в плане создания оборонительных линий обороны. Которые бы обеспечили нам гарантированное отражение любого нападения любого противника со стороны Республики Беларусь. В Северское и Слобожанское направления, здесь же группа войск Север, у нас ситуация остается довольно напряженная. Потому что Черниговская, Сумская, Харьковская область попадают под артиллерийский огонь со стороны Рашистской Федерации. Харьковская область еще и попадает под авиационные удары, к сожалению. Враг присутствует вдоль границы, есть войска прикрытия, они как стояли, так и стоят без изменений. Но там находятся еще два сводных отряда. На всей протяженности границы этих трех областей действуют два сводных отряда. Спецназа ГРУ, Министерства обороны РФИ. И они пытаются проводить диверсионную деятельность на нашей территории. Мы пытаемся проводить контрдиверсионную деятельность с целью недопущения проникновения вражеских ДРГ на нашу территорию. Ну и наблюдаем за строительством оборонительной линии в Белгородской области. Ну, кстати, надо отметить, что там есть тоже активность. Русский добровольческий корпус провел недавно свои действия на территории Белгородской области. Был уничтожен автомобиль, в которой находились сотрудники ФСБ России. Ну, в частности, один офицер в звании подполковника был ликвидирован вместе с этим автомобилем. То есть, там тоже есть какая-то боевая активность представителей РДК Российской Федерации. Далее у нас с вами идет зона ответственности группы войск Хортица. Это Купинское, Лиманское и Бахмутское направления. Так вот, на Купинском направлении здесь Синьковка продолжает оставаться самой горячей точкой. Враг пытается штурмовать наши позиции. Все штурмы за прошедшие сутки было 7 попыток штурма наших позиций. Все они были безуспешными. Наши войска отбили все попытки штурмов. Линия фронта не изменилась. Враг понес потери и откатился на исходное положение. Но упорство надо отметить. И сейчас появились в сети некоторые сведения о том, что противник готовит очередную попытку наступательной операции на Купинск и на Лиман. Ну, посмотрим, как это получится. На Лиман вообще как бы под большим вопросом, потому что на Лиманское направление сегодня более спокойное, чем Купинское. Ну, а на Купинском направлении враг проявляет активность. И там довольно, ну, надо отметить, что боеспособная группировка. Но с учетом тех потерь и той особенности местности, которая там есть, говорит сегодня о том, что они собираются проводить там новую волну, волну наступательной операции. Ну, на сегодняшний день я бы сказал так, что это, наверное, наименее целесообразный шаг, который могло бы допустить Рашидское командование. Ну, судя по тому, что человек, похожий на Путина, после Казахстана опять посетил Ростов и там позировал перед камерой на фоне Шойгу Герасимова, вот, то я не удивлюсь, что приказ наступать никто не отменял. Не важно где, не важно как. Кстати, сегодня будет очень интересный комментарий по этому поводу одного из жителей, из адептов русского мира, из-за поребрика, о том, что почему они не могут остановиться в этой войне, почему им нужна победа. Мы за ценой не постоим, вот, примерно в таком духе. Очень интересно, досмотрите до третьего раздела, послушайте, что он пишет и что я прокомментирую по этому поводу. Поэтому мы ждем, мы готовимся, мы ждем, и вот эти 7 атак в районе населенного пункта Синьковка говорит о том, что боевая активность врага довольно высокая. Лиманское направление. Тут штурмовые действия тоже противник проводил, в отличие от предыдущих суток. В эти сутки была активность, были штурмовые действия. В основном это было в районе населенных пунктов Стельмаховка и Новоегоровка. Но успеха враг не добился, линия фронта осталась без изменений, противник, понеся потери, вынужден был откатиться на исходные рубежи. Бахмутское направление. 10 атак. 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки, Донецкой области. Но не увенчавшиеся успехом ни одна из атак. Кстати, на севере там тоже были попытки, имею в виду на северном фланге, относительно Бахмутского оперативного направления. Там ситуация позиционной войны. Враг пытается атаковать, но никакого успеха не имеет. А вот на южном фланге, вот Клещиевка, Андреевка, здесь это контратаки. Контратаки, которые пытаются остановить наши штурмовые действия, которые мы проводим на этом фланге. Мы имеем здесь периодически на рубеже Клещиевки, Андреевки, мы имеем тактический успех и продвигаемся на одну-две позиции. Иногда продвигаемся вперед. Поэтому враг здесь постоянно контратакует в надежде остановить наши штурмовые действия, что у него не получается. Далее у нас идет с вами зона ответственности стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление. Эти сутки прошли более-менее спокойно. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши войска продолжают держать оборону. И если в предыдущие сутки мы говорили о том, что противник имел частичный успех на северном фланге Авдеевки, то в прошедшие сутки линия фронта оставалась стабильной и никакого продвижения рашистских войск мы не наблюдали. Были попытки штурмов. Девять атак было отражено нашими войсками. Атаки происходили юго-восточнее Новокалинового, в Авдеевке, в Первомайском. Но никаких успехов врагу они не принесли. Только потери в личном составе и бронетехнике. Но в Авдеевке, кстати, ситуация такова, что мы практически, как говорил генерал Залужный в своем интервью, что сегодня и мы видим все действия противника. И противник видит наши действия. И поэтому все выдвигающиеся колонны, как правило, попадают под огневое поражение, еще не доехав до рубежа спешивания пехоты. Что мы с вами и наблюдаем в видеороликах, которые выкладывают наши военные на своих интернет-ресурсах. Марьинское направление. Ну вот здесь беснуется противник. Количество атак 25 за прошедшие сутки. В основном это попытки штурма наших позиций в Марьинке и в Новомихайловке. То же самое. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Но здесь штурмы немного другого характера. Здесь вообще просто пехотные штурмы. Да, их приходится отбивать. Они не менее опасны, чем штурмы, допустим, на Авдеевском направлении. Но тут меньшее количество применения техники и меньшее количество применения артиллерии по сравнению с Авдеевским направлением. Кстати, опять же, возвращаясь к очередному визиту якобы Путина в Ростов. Там не просто штаб Южного военного округа. Я напомню, что на базе штаба Южного военного округа в городе Ростове работает оперативная группа генерального штаба РФИ. Министерство обороны РФИ. Которая управляет всей группировкой рашистских войск. Оккупационной группировкой рашистских войск на территории Украины. И видите, Герасимов и Шойгу. Они не в Москве сидят, а сидят в Ростове. И, ну, во всяком случае, встречают там человека, похожего на Путина. И докладывают ему обстановку. Далее у нас идет с вами шахтерское направление. И здесь тоже были штурмовые действия, но не такие активные. В основном штурмовые действия враг пытался проводить южнее населенного пункта Золотая Нива и Старомайорская. Успеха не имел, линия фронта остается без изменений. Заворожское направление. А тут наши защитники отразили четыре контратаки противника в районе Вербового и Работина Запорожской области. Ну, они пытаются, как я и говорил, они непрерывно пытаются контратаковать. Я так понимаю, что у них очень большая опасность того, что мы перейдем в контрнаступление. Или возобновим наступательные действия. Поэтому они вынуждены, как бы они ни хотели, даже при том, что они тратят огромное количество ресурса, техники, личного состава на эти контратаки. И несут огромные потери, но они не могут остановиться, видимо, из-за боязни того, что мы перейдем к активным наступательным действиям. И вот наши силы, силы обороны Украины, они так и делают. В частности, на Работинском Плацдарме силы обороны Украины срезали выступ возле Новопокровки. Мы имели тактический успех. Ну, я вас позавчера еще перенаправлял на карту Дипстей, чтобы вы посмотрели на это вклинение, которое осталось. Этот выступ в линии фронта на левом фланге Работинского Плацдарма. Сегодня его уже нету. Наши войска его срезали. Враг отошел, и мы выровняли линию фронта, и в районе Новопрокоповки имели тактический успех, еще продвинулись в юго-восточном направлении. Так что, видите, мы пользуемся любой возможностью, и это у нас получается. И так же продолжают наши силы обороны, продолжают введение наступательных действий на Работинском Плацдарме. И бои идут очень тяжелые. В основном в районе Работина и в районе Новопрокоповки. Мы теперь сковываем врага, и мы теперь растягиваем силы врага, не давая ему возможности маневрировать силами и средствами на другие оперативные направления. В частности, на следующее направление, это зона ответственности оперативной стратегической группы войск Одесса и Херсонское направление. Там ситуация на правом берегу Днепра остается без изменений, к сожалению, она тяжелая, потому что обстрелы, как и авиационные удары, и обстрелы артиллерии Рашизской продолжаются. Мы также продолжаем вести контрбатарейную борьбу. А вот на левом берегу, там активно проходят боевые действия. Вчера мы говорили о том, что наши войска, по некоторым данным, соединили плацдарм, и теперь это уже полоса на левом берегу от железнодорожного Антоновского моста до автомобильного тоже Антоновского моста. А теперь еще появилась информация о том, что наши войска перерезали дорогу Олежки-Новая Каховка. Об этом говорит американский институт изучения войны. Ну, им там со спутников виднее, видимо, они могут опираться на вот такие разведданные. Кстати, это ракадная дорога, по которой расистские войска осуществляли переброску войск вдоль линии фронта. И это давало возможность врагу маневрировать силами и средствами между Каховкой и Олежками. Перерезание этой дороги очень сильно осложняет расистам маневрирование силами и средствами. Что может способствовать ослаблению оборонительной способности российских расистских войск на отдельных участках этого промежутка, или на отдельных участках этой линии, этого плацдарма. Так правильнее будет сказать, наверное. Тем более, что так мы и не увидели Теплинского. Нету, непонятно, где же этот генерал, где же этот вновь назначенный командующий группой войск Днепр в Рашистской Федерации. И что жив он или нет, здоров он или нет, тишина продолжается. И российские войска продолжают нести потери на левом берегу Днепра. За прошедшие сутки силы обороны Украины на всех фронтах совершили 4 авиационных удара, нанесли 4 авиационных удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления войсками, 4 района огневых позиций артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки противника. За прошедшие сутки ориентировочные потери врага составили в личном составе 800 оккупантов, в технике и вооружении в танках 1 единица, в боевых бронированных машинах 3 единицы, в артиллерийских системах 14 единиц, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах ПВО 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 2 единицы, в крылатых ракетах 1 единица, в автомобильной технике уничтожено 23 единицы, и специальной технике 1 единица. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Но прежде чем мы перейдем к следующему блоку, на этом как бы в общем военную обстановку мы закончили, я хочу вам рассказать о результатах, еще добавить о результатах поражения врага, как это происходит в отдельных подразделениях. Я уже неоднократно вам рассказывал, есть такое спецподразделение, Центра специальных операций А, в народе его называют Альфа, СБУ Украины, называется это подразделение Белый Волк. И они установили своеобразный рекорд. Несмотря на такую, я бы сказал, это не многочисленный, это не батальон, и даже не рота, это спецподразделение, там очень немного на роту, скажем так. Они за одну ночь уничтожили 20 целей противника, 20, одно вот это небольшое подразделение. Наши спецназовцы на одном из участков фронта устроили, ну я бы сказал, сущий ад расширским оккупантам, и за ночь они сожгли вражеской техники танков 8 единиц, самоходных артиллеристых установок 3 единицы, причем это САУ МСТА-С, это самое лучшее, что есть, и самое мощное практически. Ну, 203 я не беру, калибр, это отдельно специфическое. Она хоть и мощнее, но она более проблематичная, менее скорострельная. Поэтому МСТА-С, как по соотношению маневренности и эффективности огня, это самое мощное, что есть в вооруженных силах врага. Три гаубицы Д-30 уничтожены, одна боевая бронированная машина и 5 позиций врага, по меньшей мере 17 расшистов было уничтожено в результате на этих 5 позициях, которые были атакованы спецподразделением СБУ «Белый Волк». Вот такие вот рекорды ставят наши спецы за одну ночь. С такими темпами мы и дойдем до полного разгрома расшистских войск. И еще один, надо обязательно отметить, я считаю, это прошедшие сутки в Крыму были поражены два десантных катера оккупантов. Причем не просто поражены катера, которые были пришвартованы, это катера, которые были загружены техникой. Эти экипажи находились на катерах, десант, который они взяли на борт, находился на катерах. Я так понимаю, они были готовы к какой-то вылазке, к переброске в какую-то часть фронта. Вполне возможно, что они бы зашли в дельту Дуная. Дело в том, что эти катера, речь идет о катерах проекта 11770 класс СЕРНА. На этих судах находились экипажи и загружена бронетехника, в частности БТР-82 были загружены. Малые десантные катера класса СЕРНА, они активно использовались во время оккупации острова Змеиной для переброски военной техники и десанта. И для того, чтобы прикрывать остров Змеиной, на эти катера расшисты устанавливали комплексы, зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2. И это было мобильное прикрытие. То есть они ставили эти комплексы, крепили их, и эти комплексы работали, обеспечивали прикрытие острова Змеиной. Так что мы очень хорошо с ними знакомы. А так как самих корабельных средств ПВО на этих катерах нет, и техника была загружена, видите, что совсем другая, которая, скорее всего, на мой взгляд, предназначалась для переброски в дельту Днепра, возможно, потому что попытка была. Ну, видите, наша разведка опередила, и эти катера были потоплены с помощью дронов, надводных дронов. Есть в сети уже видео, как поражаются эти катера. Причем это было настолько неожиданно для расшистской администрации, что в ночь, как только они были уничтожены, там же была целая серия огромных взрывов. Все местные паблики начали писать об этих взрывах, стали выкладывать фото, видеоматериалы, кто что мог. Так вот, спецы, я так понимаю, ФСБ, РФИ, начала чистку этих социальных сетей через администраторов групп и там сообществ в социальных сетях. Начали настаивать на том, что, связываться с ними, настаивать на том, чтобы немедленно подчистили все сообщения о затоплении этих катеров. А вообще, вот хочу напомнить вам статистику на сегодняшний день, то она довольно внушительная. На сегодняшний день нашими силами обороны Украины, это в комплексе, тут и спецура наша активность, я показала, и та же служба безопасности Украины, и та же главное управление разведки, и военно-морские силы, и воздушные силы, потому что применялись ракеты. Так вот, на сегодняшний день 31 корабль и катер потоплены из боевого состава Черноморского флота РФИ. Это огромный процент, а больше 30 процентов. А еще добавим эти два десантных катера, это уже будет 33 плавсредства потоплены или повреждены. В результате, в 31-м был, кстати, малый ракетный корвет «Аскольд», который в ДОКе, еще так не выйдя на дежурство 4 ноября, он был уничтожен ракетой «Скальд». Ну, я так понимаю, что можно уже написать, написано «пошкодженный», то есть поврежденный. Я думаю, что можно писать «уничтоженный», потому что вряд ли они смогут его восстановить. Тем более, после такого попадания, и тем более, это надо новый бюджет, новые деньги, и, как правило, восстановление стоит намного дороже, чем производство нового. В любом случае. А теперь добавляем еще два десантных катера проекта «Серна», и того получаем 33 объекта уничтожено из состава Черноморского флота. А если взять то, что у него всего в составе 105 боевых плавсредств, то это уже больше 30%. Так что, вот такой вот хороший или мощный урожай собрали силы обороны Украины благодаря огневому воздействию на Черноморский флот врага. Ну, правильно говорили наши военачальники, что либо флот уберется в Освояси, то есть остатки, точнее, уже флота. А помните, я говорил даже, что флотилии, Тережа, флотом вряд ли можно назвать. И либо это флотилия, остатки этой флотилии убираются на свои базы, то есть на территорию Российской Федерации, там, Новороссийск, где у них там еще есть базы, либо они будут потоплены и нашими силами и средствами. Неважно, как и когда, но будут. Ну, вот теперь мы можем, я скажу, что окончательно мы закончим первый раздел, военная обстановка и скажем буквально пару слов, скажем, о военно-политической обстановке, которая происходит вокруг нашей страны и в нашей стране. И начну я с Европы. Бельгия создает фонд в поддержку Украины, и в этот фонд будет перечислено, внимание, 1 миллиард 700 миллионов евро. Это прибыль, полученная из российских активов на территории самой Бельгии. То есть, те активы РФИ, которые Бельгия заморозила на основании введенных санкций против РФИ, принесли за 2 года, в период с 24 февраля 2022 года, по сегодняшний день, вот такую сумму, сумму прибыли в виде насчитанных процентов принесли эти замороженные активы. Вся эта прибыль до последнего евроцента будет перечислена в фонд поддержки Украины. С этого фонда Бельгия будет перечислять эти деньги на поддержку нашей страны. Вот такая вот, кстати, это хорошая тенденция, это Бельгия уже не первая страна, которая создает такой фонд, и которая перечисляет туда процент прибыли с замороженных активов РФИ. Так что, как говорил в свое время Путин, нравится-не нравится, терпимая красавица. То есть, Россия хочет или не хочет, а она уже оплачивает поддержку и восстановление Украины. Далее, Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить экспорт из Евросоюза на Россию, важных деталей, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, подобные меры также рассматривает Турция. То есть, это вот то, что я вам ранее говорил, что Министерство финансов Соединенных Штатов, у них же там есть целый департамент финансовой разведки, и они занялись очень сильно, серьезно занялись вопросом вторичных санкций. То есть, вопросом серых схем, черных схем обхода санкций. Так вот, там, где они находят, нашли эти санкции, в частности, в Арабских Эмиратах и в Турции, они предъявили доказательную базу, показали эти схемы, по которым товары двойного назначения идут в Российскую Федерацию, и предложили этим странам прекратить эту пагубную практику. На что, видите, получили, в принципе, позитивный ответ. И Эмираты, и Турция, Турция рассматривает такие меры, и Эмираты согласились этот экспорт через свой транзит, точнее, это будет правильнее так сказать, через свою страну на Россию прекратить. То есть, краник закрывается, поток прекращается. Германия продолжает нас радовать поставками техники вооружений, и Германия работает над подготовкой 3-го дивизиона системы Патриот для нашей страны. Сейчас наши военные проходят обучение на комплексе Патриот, и как только обучение будет закончено, дивизион в полном составе вместе с подготовленными экипажами будет передано Украине и заступит на боевое дежурство по защите нашего воздушного пространства. Ну и надо отметить, что война на Ближнем Востоке, она тоже вносит свои коррективы, но мы сегодня поговорим не о боевых действиях, а о реакции в мире. Несмотря на то, что на уровне политического руководства, военного руководства большинства стран мира, все поддержали Израиль в его стремлении уничтожить террористическую организацию, ликвидировать, правильнее так будет сказать, террористическую организацию Хамас. Даже арабские страны не стали вмешиваться в конфликт, а пытаются соблюдать нейтралитет, либо негласно поддерживают ликвидацию террористической организации Хамас. Но в то же время есть силы, которые поднимают антисемитскую волну в этих же самых странах. И там в некоторых проходят манифестации различной массовости. Причем есть доказательная база, когда эти проплачиваются. Ну, во всяком случае, студентам оплачивают участие. А сейчас идет волна, волна подхватила идею повторения событий Хрустальной ночи, так называемой. В Копенгагене, в частности в Дании, в столице, собралось около 4 тысяч человек, чтобы отметить 85-ю годовщину погромов Хрустальной ночи. Это еврейские погромы. В качестве справки я напомню, что Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин, волна антиеврейских погромов, которая прошла в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. И охватившая тогда всю Германию, аннексированную на тот период, Австрию и Судетскую область Чехословакии, незадолго до этого оккупированную германскими войсками. Вот такое вот тогда это устраивал Гитлер. Сейчас вот эти демонстранты требуют повторения, ну, отмечают годовщину Хрустальной ночи и требуют ее повторения. В частности, в Канаде тоже призвали к повторению событий Хрустальной ночи. Там студенты одного из университетов в Монреале, что вообще как бы удивительно, создали плакат с отсылкой к событиям Хрустальной ночи, призывающий к проведению пропалестинской демонстрации. На плакате изображены люди, разбивающие стеклянные окна. Мероприятие должно было состояться 9 ноября, в годовщину. Ну и Франция тоже отметилась антисемитскими митингами и столкновениями даже с полицией, пропалестински настроенными. Понимаете, тут манипуляция состоит в подмене понятий, потому что они, прикрываясь палестинскими флагами и якобы борьбой за Палестину, за интересы Палестины, они требуют немедленного прекращения огня. Немедленное прекращение огня, то есть остановка операции, дает шанс Хамасу остаться целым и невредимым. И тогда все шансы на возобновление демократии, на ликвидацию вот этой террористической организации, которая устроила Черную Субботу 7 октября в Израиле, она останется целой и невредимой. И тогда все эти жертвы будут напрасными. Вся эта борьба, она летит к коту под хвост, и опять Хамас остается целым и невредимым. Так вот, Франция и вообще в Северной Америке прокатившаяся волна антисемитских настроений породила волну желающих репатриироваться в Израиль, уехать из этих стран. Казалось бы, благополучная Европа, та же Франция, благополучная Северная Америка, США, Канада. Допустим, число людей, рассматривающих возможность репатриации в Израиль, резко возросло. Во Франции оно увеличилось на 149%. В Северной Америке на 81%. Так что, видите, как складывается ситуация. Казалось бы, вроде как цивилизованные страны поддерживают, но тем не менее. Во Франции, казалось бы, помечали места компактного проживания евреев шестиконечной звездой. Кстати, Украина в этом отношении чуть ли не единственная страна, в которой нет антисемитских, ну во всяком случае, нет открытого проявления антисемитских настроений. Вот такая вот складывается в мире картина, не совсем хорошая, в плане отношения к... Вместо того, чтобы действительно побороться с терроризмом, с мировым терроризмом, вот такая происходит. Не совсем понятная, ну точнее понятная, с одной стороны, понятно, кто поддерживает эти антисемитские демонстрации, кто проплачивает деньги, кто за этим стоит. Ось зла уже фактически сформировалась. Россия, Иран, Китай, Северная Корея, возможно, возможно, к ним может примкнуть Ливан, и возможно, к ним может примкнуть Турция. Ну, судя из тех высказываний, которые озвучивает президент Эрдоган. Далее, переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе, они должны начаться до Рождества, так, во всяком случае, говорила и глава Еврокомиссии, и другие эти самые чиновники Европейского Союза. Ну, Венгрия, как всегда, Баба-Яга против. Виктор Орбан заявил, что переговоры о членстве Украины не должны начинаться. Это четкая позиция Венгрии. То есть, Венгрия будет категорически против. Но при этом он прекрасно понимает, что у Европы есть куча речегов воздействия на Венгрию. В частности, не смогла Венгрия противостоять или проголосовать против выделения помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые Еврокомиссия хочет выделить в четырехлетнем периоде до 1927 года Украине. Почему? Потому что прямая зависимость. Венгрия дотационное государство. Ну, зато поговорить, отработать деньги, отработать перед Путиным свой номер, Орбан, конечно же, понятно, обязан. Поэтому вот такие заявления. Уже Венгрия не против выделения 50 миллиардов Украине. Теперь Венгрия против, ну как степ-бай-степ, теперь Венгрия против выделения, точнее, начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Вот. Но при этом он четко заявляет, понимая, что Европа сейчас поставит прямую зависимость выделения финансовой дотации для венгерской экономики, и он, говорит, нельзя трогать выделение средств венгерской экономики для того, чтобы влиять на мнение Венгрии. Ну, опять же, я уже неоднократно обращал внимание ваше на то, что много Орбан говорит, много делает заявлений. В результате Венгрия, или представитель Венгрии, который находится в этих структурах, в структурах управления Европейским Союзом, голосует так же, как все остальные его члены. И пакеты санкций все были приняты, хотя Венгрия была категорически против. И 50 миллиардов Европейский Союз выделит Украине, хотя Венгрия была категорически против. Ну, я думаю, то же самое будет с переговорами о членстве Украины в Европейском Союзе. Тем более, это не гарантирует то, что завтра Украину будет принимать Европейский Союз. Нет, это только начало переговорного процесса. У нас там, кстати, еще три пункта, не выполненных из тех семи, которые нам предлагает выполнить Европейский Союз, для того, чтобы начать этот, точнее, для того, чтобы мы могли рассчитывать на дальнейшее продвижение нас, как кандидатов в Европейский Союз, и, соответственно, рассматривание вопроса о нашем членстве. Ну что ж, вот такой вот сегодня будет военный, военно-политический блок. На этом мы первый раздел нашего видеообзора закончим. Я, как обычно, по традиции делаю паузу. Вас приглашаю, как обычно, по традиции подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции. Это ответом на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Доброго времени суток. Насколько безумная идея создания крылатой ракеты извозчика типа Штормшедов для доставки на рубеж пуска другой крылатой ракеты типа Харм, поскольку самолетам это осуществить проблематично. Спасибо, слава Украине, слава ВСУ. Смотрите, ну, легче увеличить дальность ракеты Харм. Вот из того вашего предложения, потому что ракета в ракете, ну, это, наверное, идея действительно безумная. Если бы это было выгодно, уже бы давно такое бы сотворили, когда одна ракета выносит на рубеж пуска другую. Дело в том, что с крылатыми ракетами все равно можно бороться. Видите, у нас сейчас средства ПВО превосходят, технологически превосходят те крылатые ракеты, которые есть в Российской Федерации, потому что Россия в основном использует старые советские ракеты и частично их модернизирует. А вот западного образца ракеты, они с большим трудом сбивают. Может, и есть там какой-то процент сбития, но он очень-очень маленький. Вопрос времени, когда не научатся сбивать эти ракеты, если они не будут совершены. Я клоню к тому, что крылатая ракета, она может просто не донести до рубежа пуска ту ракету, которая будет находиться в ней. Поэтому легче, мне кажется, дешевле и быстрее будет просто увеличить дальность этих ракет, типа Харм. Харм это, я напомню, ракета противорадиолокационная для борьбы с радиолокационными станциями, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Вот она, чем уникальна. У нее дальность 150 километров. Сегодня с появлением более дальнобойных ракет для комплекса С-400 «Триумф» в Российской Федерации, там 46-я, по-моему, ракета, Н-47, 46 точнее. С дальностью до, ну они пишут до 400, западные источники дают 380. С дальностью поражения 380 километров. Они снижают эффективность Ф-16, они и могут снижать эффективность работы, борьбы, точнее эффективность применения вот этих ракет Харм. Не потому, что они их смогут сбить, нет, а потому, что самолет не сможет дойти до рубежа пуска. Поэтому я не думаю, что это эффективно. Интересно, следующий вопрос. Интересно, как планируют защищать танк в будущем? Американцы создали новую модель танка «Абрамс», но внешне не видно ничего для защиты от вражеских дронов. Интересная и многогранная тема. Скорее всего, будут пытаться воздействовать на дрон с помощью нового, сверхдорогого электронного оборудования. Но есть варианты проще и дешевле. Ну и вот тут один из комментариев освещает один из аспектов этой защиты. У танка должны быть свои дроны, работающие в автоматическом режиме, для защиты и разведки. Да, системы РОЙ сейчас разрабатываются. Пока что они отрабатываются на самолетах. То есть, когда пилот идет, идет самолет и с ним идет РОЙ дронов. Несколько штук, которые помогают вести разведку, защищают самолет от средств ПВО и помогают вести воздушный бой. Это уже сегодня тестируется. С танками тут немножко, я смотрю, что идет другой. РОЙ вполне возможно, что на танках будет применяться. Даже я бы сказал, что эта перспектива, наверное, среднесрочная. Потому что пока таких разработок я не слышал для танков. Но я слышал, что для танков создают электромагнитный купол. То есть, электромагнитное средство, которое создает защитное поле вокруг танка, покрывая его полусферой. И что происходит? Когда снаряд или ПТРК, или снаряд, или дрон приближается к этому куполу, срабатывает система защиты. Это может быть либо электромагнитное излучение, то есть РЭП, который подавит дрон. Либо это может быть снаряд, выпущенный из специальных пиропатронов, который либо контактно ударяя навстречу этому ПТРК или снаряду, либо взрываясь, допустим, в 30 метрах или в 50 метрах от танка, своей взрывной волной отворачивает от танка этот ПТРК или снаряд. Вот такой вот принцип. То есть, сбить с курса, не дать попасть в эту цель. Дроны гасятся РЭБом, а, кстати, вот эти мобильные устройства РЭБовские, на сегодняшний день очень много уже появилось фото-видеоматериалов, что они разрабатываются для разных частот подавления дронов. Дрон, попадая под их воздействие, просто падает, теряет ориентацию, падает на землю. Но не поражает бронеобъект. Это не только для танка. Это для автомобильной и бронетехники. Так что вот такой вот вариант. Скорее всего, танки, живучесть танка будет обеспечиваться вот этим вот защитным электромагнитным полем, которое будет срабатывать как в огневом отношении, так и в радиолокационном отношении против объектов, которые стараются уничтожить этот танк. А почему все говорят только про самолеты, а вертолеты классные, американские, разве не нужны? Расскажите, пожалуйста, какие американские вертолеты нам помогут хорошо, нам могут хорошо помочь в бою. Или вертолетами сейчас не воюют. Помните, мы начинали, что наша война, она поменяет, перепишет все учебники. Сегодня для вертолетов нет места в нашей войне. Поэтому нет смысла рассказывать, что лучше, что хуже. Обратите внимание, как применяются вертолеты на сегодняшний день. Только дистанционно. Дистанционно в основном они нурсами с помощью кабрирования. Я напомню, кабрирование это когда они не долетают до переднего края, задирают нос вверх и выпускают нурсы в направлении противника. Эффективность таких атак минимальная. Минимальная должна быть, ну, точность попадания снарядов тоже очень низкая. Надо поймать момент, чтобы кабрирование, то есть угол подъема, угол возвышения направляющих нурс, это неуправляемые реактивные снаряды, был соответствующий, чтобы эти снаряды хотя бы легли на позицию противника. Единственное сегодня, какое преимущество имеет враг на поле боя, это то, что у расистов есть Птур-вихрь. Птур воздушного базирования, у него дальность 10 километров. Тактические средства ПВО не достают до вертолета. Средств ПВО среднего радиуса действия недостаточно для того, чтобы достать этот вертолет. Вот он зависает в 5-7 километрах от переднего края, и получается, что при максимальной дальности 10 километров он может уничтожать бронеобъекты или просто давить огневые точки в нашей обороне, начиная с первой позиции, с нуля, и на глубину до 3 километров, на глубину нашей обороны. Вот это единственное преимущество. Во всех остальных случаях вертолеты показали в этой войне, при такой плотности средств ПВО, они оказались бесполезными. Плюс еще они используются в качестве подвоза, эвакуации, подвоза материально-технических средств и эвакуации раненых. Переброска личного состава, да, тоже может быть использована. Но это не та война, в которой мы бы говорили, что вот вертолеты. Конечно, мы сравниваем, как говорят генералы, в чем всегда говорит ошибка военных, да, что они готовятся к прошлой войне. Потому что опыт прошлой войны, никто не может сказать, чем будет отличаться война следующая. Вот. И только поле боя начинает диктовать свои, как бы, нюансы, свои критерии в плане организации и ведения боевых действий. Так вот, мы все сравниваем вьетнамскую компанию, да, когда вертушки там служили очень, они перебрасывали личный состав и участвовали в огневой поддержке, когда работали бородавочники, штурмовики, почему развивалась штурмовая авиация. А я вам даже напомню, вот, выводы с афганской войны там не всегда были сделаны. Потому что 7 лет советские летчики господствовали в небе Афганистана до 87-го года, до появления стингера. Как только появились стингеры у душманов в Афганистане, все, пилоты боялись подниматься в воздух. Вертушки, штурмовики, все забрались на максимальные высоты и боялись опускаться ниже и вести штурмовые действия. Это наглядный пример, понимаете. А в сегодняшней войне, вы посмотрите, сколько Россия, посмотрите на потере, сколько Россия потеряла вертолеты. Почти половину своего парка, даже большую половину вертолетного. Только в небе над Украиной. Так что это не война вертолетов. Нет смысла поднимать сегодня эту тему. Появилась информация, что американская компания Boeing создала авиабомбу PG-DAM, способную лететь более чем на тысячу километров. Своего рода это смесь бомбы и крылатой ракеты. И могли бы, пожалуйста, поподробнее рассказать про нее. И нет ли потерь в мощности бомбы. И от того, что ее переделали практически в ракету. Ее переделывают. Это, смотрите, да, действительно у Boeing есть такая разработка. Первая разработка Boeing это была джедам. Вот эти вот бомбы джедам. Мы, кстати, их начали получать, начали их применять. Эти бомбы джедам. Но у нее дальность, это планирующая бомба, которая идет, вот как УАБы, управляемые авиационные бомбы, расисты применяют. Вот то же самое джедам. К ней идет комплект раскрывающихся крыльев. Она планирует. Дальность ее применения составляет где-то порядка 70-80 километров. Ну, 75 в среднем считается. Плюс-минус. В этом случае применяется 500-фунтовая бомба. Вес ее там 226 килограмм, если в килограммах брать. Ну, почему-то в авиации принято в фунтах 500-фунтовка. И она применяется вот с такими устройствами. Потом было предложение, она шла, компания Boeing нашла двигатель для этой бомбы. И решили сделать, из вот этой бомбы решили сделать фактически крылатую ракету. Причем двигатель оказался настолько удачным, что он может использовать все виды авиационного топлива. Различный, как и для гражданского варианта авиационного топлива, так и для военного варианта. Но отличается немного своим химическим составом. При этом, если поставить этот двигатель и топливный бак, дальность пуска этой ракеты может составлять порядка 500 километров. Я не знаю, где вы взяли, тысячу. Но до 500 километров эта бомба может лететь. Стоимость такой бомбы с нарощенным топливным баком и двигательной установкой составляет порядка 300 тысяч долларов США. При этом крылатая ракета обходится в миллионы долларов. Так что принцип тот же самый. Планирующая GPS-навигация, крылья для планирования. Единственное, что G-DAM идет инерционная. То есть ее сбросили, и она по инерции, потихоньку снижаясь, теряя высоту, она планирует. GPS-навигация регулирует ее, подправляет под те координаты, которые заложены. А P-G-DAM за счет реактивного двигателя поддерживает скорость планирования. Поддерживает скорость, что не дает ей терять высоту. И она продолжает планирование. На сегодняшний день цифра опубликована 482 километра. Это дальнее спланирование такой авиационной бомбы. Возможно, с увеличением запаса топлива ее можно будет отправить и на 1000 километров. Так что самолет-носитель достаточно советского МиГ-29, который может быть переоборудован под сброс вот этих вот и G-DAM и P-G-DAM. Так что это пока что разработка. Если G-DAM мы уже получаем, то P-G-DAM это пока что разработка. И когда она поступит. Кстати, делается она действительно, это правда, она делается под нужды вооруженных сил Украины. То есть под нашу войну для поставки, в первую очередь для поставок нам делаются эти бомбы. Тем более, что таких бомб, как оказалось, на складах достаточное количество, чтобы можно было их брать и переоборудовать. Расскажите, пожалуйста, как работает контрбатарейная борьба. Можно ли создать орудие, которое будет имитировать выстрел и работать как приманка? Или нужен прилет снаряда? Большое спасибо. Не прилет, а выстрел нужен. Контрбатарейная борьба основывается на радиолокационных станциях, которые определяют координаты местостояния стреляющих орудий и минометов. Для того, чтобы засечь положение этого орудия или миномета, достаточно, чтобы он сделал один выстрел. Радиолокационная станция засекает этот выстрел, то есть она ловит снаряд на траектории. И дальше идет сплошная математика. Просчитывается траектория этого снаряда в точку вылета. Может также ввести разведку и просчитать там. Особенность этих станций состоит в том, что они могут считать траекторию в обе стороны. В точку падения, куда летит снаряд. То есть это уже будут разведданы. И в точку вылета снаряда это будут уже координаты для удара нашей артиллерии по месту расположения вражеской артиллерии. Поэтому тут как бы имитатор никак не сделаешь, потому что могут делаться одиночные орудия, отправляться, кочующие орудия, которые будут просто отвлекать внимание от разведчиков, от работы основных средств артиллерии. Хотя эта станция опять же все зависит от широты полосы ее разведки. Ну американские вот НТПКУ себя очень хорошо показали. Они там от 10 километров до 50 километров засекают. И там можно определить интенсивность огня по этой станции. То есть это одиночный выстрел, одиночное орудие. Может быть и не стоит его за ним гоняться. А может быть стоит туда просто отправить дрон Камикадзе, который уничтожит эту артсистему. Что в принципе судя по сводкам Генштаба мы и делаем. Либо это несколько орудий, тогда станция показывает, что это несколько орудий. Она засекает каждый выстрел, она успевает. И на каждый выстрел она считает координаты. И оператор может, нанося это все, это все наносится на электронную карту. Оператор видит, что это огневая позиция артиллерии. Допустим взвода, батареи, дивизиона артиллерийского. Естественно туда сразу же и есть координаты. Тут же определяется, смотрите, когда работает связка, огневой модуль, станция обнаружения стреляющих орудий и минометов. Так можно ее образно назвать. Она когда-то так и называлась на первых этапах своего создания. Еще в советские времена. Если она связана с артиллерийским подразделением, то координаты все введены. И она сразу выдает данные для стрельбы. Она считает данные для стрельбы. И соответственно артиллерия открывает огонь по выстрелившему орудию или миномету. Со стороны противника то же самое. Зеркальные действия могут делаться. Тут все идет в быстроте реакции раз и в преимущество в дальности. Почему важно в артиллерии преимущество в дальности. Потому что чем дальше расположена наша артиллерия от линии переднего края, тем меньше возможности у противника достать нашу артиллерию. У нас сегодня такое преимущество есть за счет применения западных образцов артиллерийских систем. У нас довольно большое преимущество в дальности и преимущество в скорострельности. Это значит, что в тот же самый промежуток времени мы можем выложить на противника большее количество боеприпасов, чем он может выложить по нашей артиллерии. Вот в этом и смысл контрбатарейной борьбы. Вовремя засечь, буквально с первого выстрела засечь место расположения артиллерии противника и сразу же туда нанести огневой удар. Чтобы он не успел покинуть огневую позицию. В этом контрбатарейная борьба и заключается. Тут связка, огневой модуль должен работать, связка средств разведки, средств огневого поражения. И преимущество должно быть в дальности и скорострельности. Подскажите, пожалуйста, как собираются НАТО или страны Запада ответить России на ту угрозу, которую она собирается создать? Я имею ввиду контингент на европейском континенте в полтора миллиона человек. Ну имеется ввиду вооруженные силы РФ. Что будет делать НАТО в этой ситуации? Есть ли какая-то информация или ваши догадки по этому поводу? Так информации полно. Весь информпространство, все заполнено именно этой информацией. Идет гонка вооружений. Новый этап холодной войны. Как только Россия начала объявлять о том, что они выходят из всех этих договоров, начинают увеличить... Кстати, они сначала приняли законы и указы об увеличении численности вооруженных сил, а потом начали уже попытаться хоть как-то изобразить соблюдение международного права в том контексте, что начали объявлять о выходе из одного, второго, третьего договора. Соответственно, НАТО сразу же отреагировало еще несколько лет назад. До начала этого массированного вторжения была перепалка словесная или обмен мнениями, можно так это назвать, о том, что холодная война возобновляется, гонка вооружений возобновляется и хватит ли у России сил и средств на участие в этой холодной войне, в этой гонке вооружений. НАТО увеличивает свое присутствие в Европе и в НАТО расширяет свои границы. Страны просятся в НАТО для того, чтобы получить систему коллективной безопасности. Смотрите, у России плюс тысяча километров Финляндия. Сейчас там уже остался, я так понимаю, последний штрих с Швецией. Хотя Орбан держит до конца, не пуская Швецию в НАТО. Видно, Путин поставил жестко условия Орбану, чтобы ни в коем случае Венгрия не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в НАТО. Даже уже Турция ратифицировала этот протокол, а Венгрия до сих пор нет. Но, тем не менее, плюс увеличивается контингент. Соединенные Штаты перебрасывают танковую дивизию в Польшу. В странах Балтии формируется авиационное ударное крыло. В страны Балтии переброшены несколько батальонов войск Бундесвера и Соединенных Штатов. В Финляндии сейчас приняло решение о допуске иностранных войск на территорию Финляндии и размещении военных баз НАТО на территории Финляндии. Так что НАТО зеркально отвечает на все угрозы Путина в плане увеличения армии до полутора миллионов человек. Я еще очень сильно сомневаюсь, что экономика РФ потянет такое увеличение армии. То, что набрать личный состав, это еще наименьшее, что необходимо сделать для увеличения армии. А вот оснастить их техникой и вооружением, построить военные городки для размещения этих частей и соединений, это гигантские затраты. И это затраты не одного года. Не так, как они написали, что там они хотят развернуть эти полтора миллиона в ближайшем перспективе, то есть в течение трех, максимум пяти лет. Нет, это утопия, на мой взгляд. А НАТО, реально, обладая таким огромным экономическим потенциалом, НАТО вполне по силам увеличить группировку войск на Европейском театре военных действий, разместив ее вдоль восточной границы НАТО. Мы, если вступаем в НАТО, это фактически огромный плацдарм для системы коллективной безопасности и противостояния Рашизской Федерации. Так что одним вот таким посылом или одним указом об увеличении численности армии Путин и выходом, последующим выходом из договоров, ограничивающих обычные вооружения в Европе, Путин фактически открыл ящик Пандоры. И Россия будет одна тужиться в этих муках создания полуторамиллионной армии, а у НАТО это просто фактически получается на щелчок пальцев. Они увеличивают военный бюджет, причем для каждой страны это будет не такой уже военный, и перебрасывают или создают дополнительные войска на территории стран Европы, особенно восточной Европы, примыкающей к Рашизской Федерации. Так что НАТО уже ответила. Причем НАТО уже ответ готовый у НАТО, а в России только пока что это наброски будущего, будущей угрозы. Пока что кроме политического популизма и законодательных актов, которые утверждают или закрепляют увеличение вооруженных сил Рашизской Федерации до полутора миллионов человек, больше ничего нет. Реальных в железе танков и артиллерийских систем, самолетов, вертолетов, ракет, этого ничего пока еще нет. Это еще в далекой-далекой перспективе. И не могут сегодня текущее удовольствие армии обеспечить, или группировки войск, которые воюют в Украине, и не могут на сегодняшний день уже, уже не могут обеспечить. А чему бы не выкористовывать на дроны для педзарядки принцип Динамы? Сколько крутится пропеллеров, якщо це можливо? Божию підтримки и захисту нашим героям-захистникам. Щиро дякую за вашу информацию. Смотрите, ну вы забывайте главный принцип физики. Если бы возобновление энергии превышало затраты на ее производство, то у нас бы был вечный двигатель. Вот это главный принцип, который нельзя применить сегодня. Частично можно снять электроэнергию. Вот я приведу пример автомобилистов. Помните, когда появились там лет 20 назад первые автомобили с кондиционерами? Автомобильный кондиционер считался самый писк. Это была доп. опция за дополнительные деньги. Но те, кто приобрел эти машины, что сразу же распространили среди автолюбителей? Что кондиционер увеличивает расход топлива на 10-15%. И все стали что? Опять ездить с открытыми окнами. Это сейчас уже все привыкли. Кондиционер это уже базовая комплектация. Уже даже климат-контроль, а не кондиционер. Но все равно расход топлива растет. Поэтому нельзя применить принцип динамо. Здесь все то же самое. Вы увеличиваете расход энергии на то, чтобы крутить генератор, который будет вырабатывать эту энергию. И эти затраты, они не покрываются. То есть расход энергии становится все равно больше, чем возобновляемая энергия. Поэтому этот принцип применить нельзя. Так, во всяком случае, гласят нам законы физики. Дайте, будь ласка, ответ на очень важное вопрос. Когда мы влучили у судоремонтный завод, мы пропустили Керченский мист. Он же имеет более важное значение. Это сохранение тысячи жителей наших военностов. По Керченскому мосту переправляются боеприпасы для расистов. Это бы очень сложилось. Постачание оружия для военностов. Это же было нашим мечом. А зараз есть такие возможности, и мы их не выкористовываем. С повагой Олеся из Житомира. Да, я тоже удивлен, что мы ударили по судостроительному заводу, но не ударили по Керченскому мосту. Ну, видимо, скорее всего, у Генерального штаба есть свое видение, когда надо уничтожить этот Керченский мост. Тут два варианта. Либо у Генштаба свой подход, либо есть политическое решение политического руководства Украины по поводу этого моста. Ну, других объяснений, почему ракета ударила по заводу, а не по мосту, по его железнодорожной части, я на сегодняшний день для себя, например, не вижу. Поэтому, ну, подождем, может быть, это был пробный шар, долетят ракеты до Керчи или не долетят. Если они долетели, то будем ожидать, что следующая ракета прилетит именно в Керченский мост. Потому что вы абсолютно правы на все 100%, что каждый день существования или работы железнодорожной ветки Керченского моста, это жизни наших защитников, это снабжение линии фронта боеприпасами, топливом, резервами и всем остальным. Так что ждем и надеемся, что следующая ракета будет именно по Керченскому мосту. Интересный вопрос про защиту наших критических гражданских и военных объектов. Если нам не хватает ПВО и периодически что-то куда-то прилетает в виде ракет, почему банально не построить высокий купол из крепкой сетки или какой-то фибры? Таким образом ракеты будут взрываться на этой сетке, а объект останется целым. Вы глубоко ошибаетесь. Единственный способ защитить объекты инфраструктуры, это либо поставить систему ПВО, тогда вероятность резко возрастает защиты, либо построить над ним, над этой объектом инфраструктуры, построить объект укрытия, но не сетку. Сетка, допустим, смотрите, простой пример. Если мы строим купольно сетку, то ракета или шахет или дрон, ударяясь от нее, взрывается правильно. И мы усугубляем ситуацию тем, что производим воздушный взрыв над объектом инфраструктуры. И за счет инерции полета ракеты основная масса осколков этого взрыва накроет наш объект. Она из него сделает решето. Просто решето. Так, допустим, на электрической подстанции, если фугасный взрыв на земле, может пострадать один трансформатор, а у второго есть шансы остаться целым, за счет того, что первый возьмет на себя всю силу взрыва и осколки, то воздушный взрыв обеспечит вам накрытие гигантской площади осколками, что выведет из строя весь объект. Так что нет, только либо объект укрытия надо строить, бетонный купол, либо опускать под землю саму подстанцию, либо ставить систему ПВО или ПРО в районе этого объекта, для того, чтобы прикрыть. Сетки не помогут в данном случае. Ну что ж, мы на этом с вами заканчиваем второй раздел «Ответы на вопросы». И у нас остается третий. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Сейчас мы его найдем. Вот он. Итак, по мнению Лаврова, отрицательная тоже победа. Не удивлюсь, если после вывода всех российских войск с украинской территории, включая Крым, отдав Украине Краснодарский край, Ростовскую, Курскую, Белгородскую области, Кремль заявит о своей победе. Москва же осталась российской. Мой мозг чуть не закипел вчера. Я увидел псевдо Путина в Астане. Я внимательно изучил мимику лица, возраст и опыт в глазах. Надменность в общении с людьми, старческие руки с надувшимися жилами, плохо скрываемое подкашливание посреди речи, глубокие морщины между бровей настоящего президента, его колючие серые глаза, вальяжность, даже пренебрежение ко всем людям и к собеседникам. А вчера особь лет на 10-13 моложе оригинала, бодро шла по коврикам, читала по бумажке текст в Астане и поджимала, как обиженный ребенок, губки после выступления. Все, что я описал про настоящего, полностью отсутствует у Астанинского. Что это получается? Как только последующая кукла заболеет или помрет, ее заменят опять другой псевдопутькой. И этот ужас у наших сумасшедших соседей будет длиться вечно, лет 150-200. И видимо, что и Си, и теперь Такаев, зная кто перед ними, согласны на этот спектакль. Хотя бы посмотреть на оригинал на российском экономическом форуме, на сцене, где Путин и еще два собеседника на сцене 4 недели назад. Тут и ребенок поймет, что это разные люди. Хотя пластические хирурги постарались, это видно. Этот кошмар, это кошмар какой-то. Ну да, есть очень много вот таких признаков, по которым, ну и там правая рука, я вот сюда обращаю внимание, у него плохо двигалось и вот это покашливание. И действительно потухший взгляд, такого очень пожилого и видимо не совсем здорового человека. А нынешний бегает и прыгает. Кстати, вы знаете, даже в отношении и того же Си Цзипиня, которого вы упомянули, и Такаева, к этому Путину совсем другое, чем к тому, который был ранее. Вспомните на визит в Пекин, фотографирование Си Цзипиня. Скорее всего это были смотрины. Ну вот как некоторые говорят политологи и конспирологи о том, что это были смотрины. И видимо да, видимо и Си Цзипиня и Такаев согласились на такой вариант. Но Си Цзипинь после протокольного снимка, один раз там щелкнули снимок, он его так рукой раз и типа все, вали отсюда. Его выпроводил из кадра. Это раз. А Такаев сделал вообще такой жест. Они видимо решили показать в стиле настоящего Путина пренебрежительное отношение к людям, вот как вы пишете. И вот этот человек, похожий на Путина, перепутал, неправильно назвал отчество Такаева. И Такаев что сделал, перешел на казахский язык. И это был шок. Вся эта российская делегация во главе с этим якобы Путиным начала метаться взглядами по сторонам в поисках наушников с переводом, в поисках переводчиков и всех остальных. А Такаев продолжил свою речь на казахском языке. Я думаю, что при настоящем Путине такая вряд ли бы себе такого позволил. Так что очень много таких признаков, которые свидетельствуют о том, что подмена Путина может быть правдой. Ну посмотрим. До начала предвыборного, до конца подачи кандидатов на пост президента России осталось совсем недолго. Буквально месяц. И там будет понятно, будет Патрушев играть в этот проект Псевдо Путина или не будет. Ну а мы идем дальше. И в следующий комментарий такого содержания. Это напоминает совок. Когда Ницше и Майнкамф находились в спецхранилищах библиотек и выдавались только по особому распоряжению особо проверенным товарищам. Генерал-майор Виктор Харенко мужньо тримает удар. Я думаю, что его зерка еще засяет на «Але хай бережет себя». Калининград и Санкт-Петербург окажутся в блокаде, если Эрефия начнет войну со странами Балтии. После победы над Украиной заявил командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен. Литовскому национальному телевидению и радио. В качестве инструмента давления на эти российские города он упомянул, что в том числе вступление Швеции в Североатлантический альянс. Ну, Швеция и Финляндия определяют Балтийское море как внутреннее море НАТО. Это уже, как тут уже чистая география. Ночью фары на бронетехнике работают, без фар не поедешь. И дроны имеют ночное видение, поэтому пофиг днем или ночью броня идет. Днем легче увидеть врага и дрон и не попасть в засаду. Ночью на штурм никто не пойдет. Ночью работает только разведка и спецназ с целью диверсии и получения разведданных. Реалии для Путина. Первое. Если проблема неразрешима, то ее невозможно решить усилиями большого количества людей. Второе. Время бежит, никто не может его поймать. Жизненная энергия ограничена, и тогда смерть очевидна. Рэбы, как любое радиоизлучающее устройство, засекаются элементарно. Другой вопрос о точности наведения дрона на этот рэб. Надеюсь, сейчас появятся разработки и эти рэбы станут смертниками. Не надо создавать малую авиацию. Она уже есть. В США есть готовый поршневой самолет. Как вариант, вместо химбака он компонуется пулеметами и бомбами. Есть отработанный аппарат, небольшая переделка, готов перехватчик. Так что при желании можно увидеть бои с шахедами в стиле Второй мировой войны. Ну вот вы не услышали меня, потому что в США она есть, малая авиация. Но у нас ее нет. База, технари, переделка, перегонка этих самолетов. Или перевозка их в Украину. Ну, это... Все начни сначала, все начни с нуля, как в песне поется. Те, кто поддерживает эту войну, будут с большими глазами удивляться, как так их обманули и навешали им лапши. А они даже не заметили. Но отношения в мире на долгие десятилетия отрицательно не дружественные. Русские. Как вы докатились до такого днища? Ведь это все делалось и делается с вашего молчаливого согласия. В Испании в полиции больших городов созданы спецподразделения, которые только занимаются преступлениями арабских иммигрантов. Так их много. Вот так вот. Из Испании. Я украинка, но по воле судьбы вынуждена жить среди недобратьев. Второй год надеюсь увидеть в них сознание и понимание происходящего ужаса. Но, увы, желаю справедливого суда прямым и косвенным участникам геноцида украинцев. Верю в перемогу, хоть и понимаю, какой она будет нелегкой. Надеюсь на силу духа и мудрость граждан моей Родины. Слава нашему роду! Все будет Украина! У меня много друзей в РФ было, когда спрашиваешь о Путине, говорят, поднял Россию с колен. А мне кажется, он поднял с колен не Россию, а россиян и поставил их раком. И имеет их с кооперативом озера, чтобы они не видели яхты и дворцы. Молодцы украинские герои! Бейте рашистов, фашистов, нечего лезть в Украину! Слава Украине! Героям слава! Алга Украина! Вот РФ просит вернуть какое-то имущество, ранее проданное, за деньги. А почему Украина не может сделать то же самое? Что мало было продано техники в другие страны, почему так же не поступить? Ну потому что это имущество, оно уже морально устарело. Нет смысла возвращать то, что когда-то было продано. Добрый вечер! Я считаю, что для борьбы с шахедами необходимо создавать беспилотники, которые могут двигаться со скоростью шахедов и более. Лететь, соблюдая курсы, высоту полета шахедов, подлетая, находясь рядом с ними, распылять спецжидкость, которая, попадая в воздухозаборник шахеда, поражает его. Ну интересно, какая же это спецжидкость и какой же должен быть умный этот дрон, чтобы находить и сопровождать шахед. Ну вот тут такой комментарий, который я вам говорил про Рашистскую Федерацию. И пишет, про то, что ты говорил, но это обращается ко мне, что люди в России это дешевое, что у них есть, а что же ты хочешь? Ты хочешь, чтобы Россия выбросила белый флаг? Тогда это будет позор России. Да, смерть, да, даже одного солдата это трагедия, но человек сегодня есть, а завтра его нет. А позор России останется навсегда. Мы все погрязли в этой войне, и США, и Россия, и Украина. Заднюю никто не даст. Более того, вы сами не способствуете урегулированию конфликта, то есть не хотим сдаваться, да, имеется в виду. Ты должен понимать, что полный вывод вооруженных сил Рашистской Федерации не произойдет никогда. Ни Путин, ни Лили Путин не пойдут на такой позор, на такой позорный шаг. Мы лучше потеряем в бою миллион солдат, но на этот шаг мы не пойдем. У нас был один позор в 91-м году, когда весь Белый дом США ржал над Россией. Больше этого не допустим. Мы ценим человеческую жизнь, но деваться некуда. Все, мосты сожжены, пойми ты как военный человек. Ну и тут первый же комментарий был. То есть нападение на соседнюю страну это нормально, да, то есть миллион они готовы положить, чтобы не опозориться. Но я вам скажу так, что оглянувшись в историю, Российская Федерация проигрывала всегда, во всех войнах. И даже я вам скажу, что Вторая мировая война, та победа, которую СССР добыл во Второй мировой войне, она тоже частично первая. В том плане, что она не принесла советам тех достижений, которые хотел Сталин на момент Второй мировой войны. И она достигнута была благодаря, только благодаря западной американской помощи. Вот нету в истории ни одного примера, когда бы Россия одержала, самостоятельно одержала полную победу над врагом. Всегда это либо была прямая зависимость от союзников, как во Вторую мировую войну, Ленд-Лиз и второй, в открытии Второго фронта. Либо это были такие войны, как 1905 год, русско-японская война, полный разгром Российской империи. Как Первая мировая война, полный разгром Российской империи. Так что зря вот так вот разбрасываться миллион направо, миллион налево. Кстати, в этом и ментальность эрефии, что мы готовы положить всю страну, только чтобы не дать разумным мыслям посетить голову российского политика или российского руководителя. И правильно написали вам комментарий, то есть напасть на соседнее государство, на ту же Грузию, на ту же Украину, на ту же Молдову в свое время, ввести войска в Сирию и разжечь там гражданскую войну, насколько уже больше 10 лет. 10 лет в этом году, как в Сирии идет гражданская война. И только благодаря присутствию там войск Российской Федерации. Вот это да, это по-российски. И это у них считается нормальным. Так что, но к сожалению, я думаю, что история вещь неумолимая и она повторяется. И поражения России в этой войне не избежать. Родину защищают под своим домом, а не разрушая чужие дома в чужой стране. Желаем в каждый дом Федераста по кило пельменей. Белые лады уже закончились. Да, там дают, давали белую ладу вместо компенсации за погибшего члена семьи. Многие на этом канале пишут гадости в адрес всех, кто поддерживает Украину. Но тем не менее, я снова и снова желал слава героям Украины. Вот на такой патриотической ноте мы сегодня закончим наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы досмотрели до этого момента. И как обычно, приглашаю тех, кто не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, прошу просьба поставить ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Слава благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Также напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине! Продолжение следует...